Hey guys, всем здорово! С вами Тома и сегодня на этом канале я расскажу вам о моем потрясающем опыте липосакции. Прежде чем начать смотреть этот ролик, я бы хотела вас попросить досмотреть его до конца, потому что в самом конце я расскажу вам о способе, как можно сделать липосакцию или любую другую пластическую операцию бесплатно в Корее. Если вам это интересно, то смотрите до конца. Конечно же, это тот самый ролик, который бы все ждали больше всего. Больше всего вопросов, которые я получала в директ, были о том, когда я сниму тот самый видеоролик о том, как я сделала себе пластические операции в Корее. И самый первый ролик, который я запишу о своих пластических операциях, будет этот ролик о том, как я сделала липосакцию в Южной Корее. Будут фотографии до и после, будут фотографии во время операции, будут фотографии, которые снимала моя менеджер, пока я прямо лежала на операционном столе у врача. И, конечно же, я расскажу вам все. Было ли больно? Как проходила реабилитация? Нужно ли носить компрессионное белье? Сколько стоит липосакция? И, и, и я расскажу, кто еще и звезд делал операции в моей клинике. Сегодня здесь будет огнишка. Ну что, давайте начинать. Как вы все уже знаете, я себе сделала 4 пластических операции. И самую первую из операций я сделала липосакцию. Почему я вообще решилась на липосакцию и почему я не думала заранее? Все вы знаете, что я работала моделью в Южной Корее. И продолжаю ею работать. И во время работы у меня постоянно был один комплекс, который я не могла решить вообще ничем. Этот комплекс был связан с тем, что у меня были просто огромные ляхи. И каждый раз, когда я смотрела свои фотографии в купальнике, или фотографии, которые мы делали для брендов, на которых, очевидно, было видно мои ноги, я смотрела эти фотографии вот с таким выражением лица. Нам срочно нужен фотошоп. Ладно, если бы я жила обычной жизнью, но я была моделью, на меня постоянно смотрели. В моем модельном агентстве все модели были жутко худые и с идеальным телом. Я постоянно смотрела на них и комплексовала. Я думала, что мои ляхи самые большие на свете, и вообще с ними работать просто невозможно. В общем, я думаю, что каждая девушка, которая хотя бы один-единственный раз в своей жизни надевала бикини или приходила на пляж, чтобы купаться там, когда надевала трусы, комплексовала из-за целлюлита или из-за того, что большие ляжки. В общем, я из-за этого тоже жутко сильно комплексовала. Я такая же, как и все. И в один прекрасный момент я поняла, что хватит это терпеть. Это не справляется ни щетками, ни диетами, ни правильным питанием, никаким спортом. В общем, никак. Что оставалось? Оставалась липосакция. И в один прекрасный день я просто пошла в клинику по липосакции и договорилась о том, чтобы сделать там себе операцию. Я немного боялась себе делать анестезию, потому что мне казалось, что это действительно операция, это так серьезно, делать анестезию это вредно. Мне рассказывали страшилки о том, что после анестезии ты становишься тупой, теряешь часть своей памяти. Короче, всякий бред, который на самом деле не имеет никакого отношения к правде. Так что я хоть и безумно хотела себе сделать ляхи, очень боялась липосакции, боялась операции и всего, что с этим связано. Еще и потому, что с самого детства в России я слышала ужасные истории о жертвах пластических операций, о том, что они выглядят жутко, у них начинаются проблемы со здоровьем. В общем, мне казалось, что это не какие-то единичные случаи, а мне казалось, что просто все. Все женщины, которые делают себе пластические операции, они выглядят ужасно, они становятся монстрами, у них начинаются проблемы со здоровьем. Ну, в общем, вы понимаете примерно, что было у меня в голове. И то на тот момент это меня не остановило от того, чтобы хотя бы сходить на консультацию в клинику пластической хирургии, в клинику липосакции. Я поговорила на консультации о том, что можно сделать и о том, какие зоны я бы хотела рассмотреть. В моем случае этими зонами были ляжки и икры. Дальше я пришла к врачу. Он посмотрел ноги и сказал, что да, возможно, на ляжках у тебя есть что убрать. Но насчет икр он был не уверен, поэтому мы специальным аппаратом просмотрели внутри состав моих икр и состав моих ляжек. Сколько, откуда можно убрать жир там или мышцы. И выяснилось, что просто в играх у меня не жир, а мышцы. Потому что с детства я занималась танцами, и у меня были действительно большие перекаченные икры. Икры делать просто бесполезно. Мне это ничем не поможет. Они не уменьшатся, туда просто ничего вынуть. И все, что нужно делать, это мои ляжки. Также, ребята, врач у меня спросил, какую бы я хотела иметь форму ног. Дословно он спросил, хотела бы я оставить себе какие-то объемы, или я бы хотела сделать себе полностью тонкие вот такие вот ножки-палочки. И на самом деле я, как девушка, которая работает в моделинге, и которая восхищается худыми девушками, конечно же сказала, что я хочу иметь ножки-палочки. Сами можете выбрать, какую форму вы хотите оставить. Хотите ли вы оставить немножко жирка, чтобы сделать все более натуральным, Либо вы хотите сделать себе идеальные ножки-палочки Это будет полностью ваш выбор И врач обязательно спросит у вас на липосакции Как именно вы хотите сделать и какие зоны вы хотите убрать, а какие оставить В общем, мы поговорили с врачом И я еще вдобавок ко всему узнала, что в моей клинике, в которую я пошла Можно сделать себе не просто липосакцию под наркозом А можно сделать себе новый вид липосакции, который называется липосакция ламс При которой наркоз используется местный То есть мне даже не нужно будет спать, когда я буду на липосакции Конечно же, я была заранее готова к тому, что все хирургические вмешательства Это не самое приятное дело Я была готова к этому Я сказала, да, круто, конечно Здорово, если мне не нужно будет спать Если мне не нужно будет ночевать в клинике, отходить от анестезии Мы назначили дату операции, которая должна была состояться через 2 недели И честно вам скажу, конечно же, в день операции и за день до нее я безумно нервничала До сих пор помню вот это состояние, когда 3 часа ночи я обнимаю свою собаку И так я думаю, господи, господи, как страшно, может быть, все отменить Слава богу, что тогда я этого не сделала Просто вау, потому что липосакция это божественно И знаете, что еще очень здорово? Очень здорово то, что если вы делаете себе липосакцию под местной анестезией Вам не нужно голодать У вас нет такого, как перед другими операциями, которые делаются полностью под наркозом Вы можете спокойно кушать утром, вы можете пить воду И нет никаких проблем с голоданием То есть вы просто ведете обычный образ жизни А после липосакции, которая была сделана у меня под местным наркозом Вы просто встаете и идете домой Боже, просто муа В общем, утром я хорошо поела, выпила кофе, съела салат И поехала на липосакцию Моя операция должна была быть в 11 утра Конечно же, до того, как делать процедуру Меня еще один раз осмотрел врач И вот тут меня ждал шок Врач мне сказал, что ушки на ляжках, которые у меня внутри В принципе, можно и не удалять Потому что удалять там немного Как врач объяснил, чем меньше мы удаляем жира Тем болезненнее вы это ощущаете при операции, которая происходит под местной анестезией В тот момент я услышала, что это больно Но я подумала, господи, я уже пришла на липосакцию Я уже на нее решилась Поэтому, пожалуйста, удалите мне все от начала до конца Правильно? И полностью Чтобы потом у меня не было никаких проблем А поскольку современной липосакции хватает еще и практически на всю жизнь Я, естественно, хотела сразу же все сделать один раз Отмучиться один раз и больше никогда не париться в дальнейшем Но врач мне сказал, что это будет больно И, конечно же, я стала переживать еще больше Как все началось? Меня переодели в специальный халат На меня одели тапочки и шапочку на волосы Для того, чтобы все было максимально стерильно И завели в операционную комнату Как вам мой стиль? Пожалуйста, напишите в комментариях Потому что в тот момент мне очень понравился мой такой прикид из клиники липосакции Я даже запостила его себе в инстаграм и сказала Ребята, посмотрите, сегодня я сделала липосакцию, как вам мой костюмчик Пришел врач и он начал мне обводить анестезию Врач предупредил, что во время уколов анестезии мне будет неприятно И да, когда мне вкалывали шприц, мои эмоции были примерно О, 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 мама, мама, оу Это было примерно так Молодец из халат Дальше. Дарить ее еще один раз, если что. Конечно же, в процессе мне было неприятно, но в будущем, анализируя все, я поняла, что это не такая уж и большая боль, чтобы никогда не принести себе наслаждение. Худыми ляхами, ребята. О, худые ляхи, это идеально. В общем, мне сделали укол. Я была полностью в сознании, и мы с врачом просто придумывали шутки, которые я могу показывать людям на моем YouTube-канале. А, ты чего? Безусловно, была парочка моментов, когда мне было неприятно, и был даже один момент, когда я немного заплакала, потому что действительно удалять жирок внутри, на вот этих ушках, которые находятся внутри, неприятно. Но неприятно это делать, наверное, минут 10. Все остальное время мы спокойно разговаривали. Можно взять с собой смартфон, книжку и лежа на операционном столе просто читать книжку или заниматься своими делами. Это не настолько больно, чтобы вы не могли ничего делать во время операции. Моя операция длилась примерно 2 часа, и после того, как мне ее закончили, мне надели специальный браслет на руку. А на этом браслете был мой штрих-код, и было название клиника. Этот браслет нужен для того, что если вдруг где-то на улице мне станет плохо, скорая помощь могла без проблем отсканировать мой штрих-код и понять состояние моего здоровья, что со мной случилось и почему я могу себя плохо чувствовать. Так что я надела штрих-код, я получила себе специальную игрушку от моей клиники 365MC, игрушку, которая символизирует выкачанный из моих ляших жир. Я обняла эту игрушку, надела платье и спокойно поехала домой сама на метро, потому что клиника находилась довольно близко от моего дома, и я решила даже не тратить деньги на такси. Первая сложность, с которой я столкнулась после липосакции, это то, что мне было неприятно идти вниз по ступенькам. Вот вы знаете, это была такая же боль мышц, как, например, если вы очень сильно перекачали себе ляжки в спортзале, и вы потом идете домой такие... Кстати, напишите, пожалуйста, испытывали ли вы когда-нибудь боль в мышцах на ногах от того, что перезанимались в спортзале? Потому что я уже думаю, может быть, я одна такая просто, которая постоянно тренировалась, приседала и потом ходила вот так вот в раскорячку. И еще, знаете, в чем мне повезло? Обычно, когда вы делаете себе стандартную липосакцию на ляжках, вы вынуждены носить 6 недель после нее компрессионное белье, специальные такие шортики, которые формируют структуру ваших ног. Они нужны для того, чтобы у вас нигде не образовалось горбинок, бугорков, чтобы ваши ляжки были идеально ровными и стройными. Так вот, при виде липосакции, новой липосакции, которую делала я, я даже не носила компрессионное белье. А я на самом деле из-за этого очень переживала, потому что я любитель активно погулять с моей собакой. И ношение компрессионного белья летом, конечно же, принесло бы мне кучу проблем. Но я его не носила, просто тьфу-тьфу-тьфу, слава богу. Сразу придя домой после липосакции, я легла спать, потому что, конечно же, это стало стрессом для моего организма. Я очень нервничала. Я никогда до этого не делала себе ни липосакции, никаких других пластических операций. И, конечно же, прочитала об этом все, что могла найти в интернете. Но когда ты читаешь, и когда ты делаешь это сам, это большая разница. Так что стресс, ребята, был. И я пришла домой, и я просто решила поспать. В тот момент мои ляжки выглядели примерно вот так. Они по факту никак не изменились. У меня стояли специальные тампончики снаружи и внутри, в тех местах, где мне делали проколы. И что мне еще очень понравилось, при безоперационной липосакции не нужно наносить швы. То есть я даже не беспокоилась о том, что у меня там будут какие-то швы, будет теч-крой, возможно, будут какие-то проблемы. Не было ничего. И нельзя было на протяжении трех дней мочить места, в которых были сделаны проколы, из которых выкачивался вот так вот мой жирок. И знаете, действительно, выкачка жира была похожа на то, как работают насосом. У меня когда-то в детстве был велосипед, и я его накачивала вот так. То, что происходило на липосакции, выглядело абсолютно и ощущалось точно так же. В первый день у меня практически не было отеков и синяков, а вот на второй и третий день они уже появились. И, конечно же, мои синяки выглядели не очень приятно. В норме синяки проходят от двух до трех недель, но я знала, что в моем случае это затянется. И синяки держались на моих ляжках около четырех недель. Боль такая же, какую мы обычно ощущаем в мышцах, когда я их растягиваю. Была около недели, то есть остальное время у меня просто оставались синяки. И да, на протяжении нескольких дней я переживала, не одевала короткие юбки и шорты. Показалось, что людей, случайных прохожих, которые могут их увидеть, это может напугать. Потому что действительно, как вы понимаете, это выглядело, ну, не очень. От синяков я не ощущала никакого дискомфорта. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете об этих синяках. Действительно ли они страшны, и можно ли надеть короткую юбку и шорты после того, как сделал липосакцию. Испугает ли это прохожих, который это увидит, или нет. Потому что мне показалось, что это не для слабонервных. Что мне посоветовал делать врач? После липосакции нужно сидеть на диете, для того, чтобы то, что из вас вынул врач, сразу же не отложилось обратно. Еще врач меня предупредил, что после липосакции на протяжении приблизительно 6 недель лучше не заниматься активными физическими нагрузками, не заниматься в спортзале, или не ходить на танцы. Но как можно больше гулять, для того, чтобы быстрее спадали отеки. Со второго дня после моей липосакции я обрала на попадок свою собаку, и мы с ней шли гулять по 2-3 часа по округе. Моя собака в то время была очень счастлива. Еще отличие моей клиники заключается в том, что моя клиника после липосакции предоставляет бесплатные восстановительные процедуры для клиентов. Их примерно 6 штук. Они связаны с тем, чтобы быстрее проходили отеки, и быстрее восстанавливалась кожа на местах, где сделаны операции. То примерно на протяжении 6-7 недель я приходила в клинику и делала себе эти бесплатные восстановительные процедуры. После липосакции, когда прошло 6 недель, я не узнала мои ляжки, потому что то, как они выглядели до, и то, как они выглядели после, просто не сравнить вообще ни с чем. И первое, что я сделала после того, как закончился мой восстановительный период после липосакции, это одела короткие шорты и начала в них фоткаться. Потому что, ребята, это ни с чем не сравнимо. Господи, подай ляжке. Я не помню времени, чтобы они у меня были настолько худые. Мне кажется, этого не было никогда, даже когда я была маленьким ребенком. А теперь давайте коротко я расскажу вам о плюсах современной липосакции. Сделав липосакцию один раз, вы не будете должны повторять ее снова, если будете придерживаться на протяжении первого времени строгой диеты. Операции диеты, прописанной диетологом в клинике. Второе. Если вы делаете липосакцию в хорошей клинике, в такой клинике, в какой делала ее я, например, у вас не будет никаких негативных проблем со здоровьем. Вы просто вынете жир из вашей проблемной зоны и будете вечно жить счастливо. Даже если в будущем вы будете поправляться, жир на месте, где была сделана липосакция, не будет собираться вот в такие вот складки некрасивые. Он будет равномерно распределяться по вашим бочкам, по рукам, по подмышкам, по ногам. И у вас больше не будет никогда вот таких вот больших страшненьких складок. Я не хочу сказать, что складки на ляжках это плохо. Если у вас есть складки, это натурально. В этом нет ничего ужасного. Если вы хотите, чтобы их не было, просто сделайте себе липосакцию. Так что, сделав липосакцию, вы просто забудете о том, что у вас может откладываться жир на проблемных зонах. По-моему, это тоже очень здорово. Еще один плюс липосакции это возможность наконец-то сбросить надоевший лишний вес. Почему? Липосакция сама по себе это не диета, это способ убрать жир из проблемных зон. Но после липосакции вы вынуждены в течение минимум двух недель придерживаться диеты, на которой вам запрещено есть вкусняшки, мучное. Полный список может вам дать врач-диетолог, который работает в клинике. Так вот, если у вас не было мотивации для того, чтобы сесть на диету, если вы не могли себя сами заставить, липосакция это отличный способ. Вам дадут волшебный пинок в виде операции, после которого вы будете вынуждены сесть на диету. И это тоже очень здорово. Как вы поняли, о липосакции у меня просто сплошные позитивные впечатления. После липосакции я делала себе еще пластическую операцию на лице. О ней у меня нет такой безумно восторженной реакции, но именно о ляхах она у меня есть, потому что сделать липосакцию, ребята, это здорово. Но я сейчас не рекламирую липосакцию. Я не говорю, что все люди обязаны ее делать. Я говорю, что если вы хотите, если вас какая-то проблемная зона беспокоит, и она не убирается спортом и диетой, вы знаете, что можно сделать. А теперь для вас обещанная информация в конце ролика о том, как можно себе сделать бесплатно пластическую операцию или липосакцию в Южной Корее. Дело в том, что клиники иногда набирают себе моделей, которых будут вести от и до. Многие клиники полностью оплачивают все расходы, которые связаны с вашей операцией. Единственное, что вы вынуждены будете сделать, это подписать контракт и отдать денежный залог в качестве гарантии того, что все ваши рекламные обязательства с клиникой вы выполните. И клиники вас предупредят о том, что они будут использовать ваши фотографии, фотографии вашего тела или фотографии вашего лица в качестве своей рекламы. Обычно рекламные контракты заключаются на срок от года до трех. И клиники не любят делать операции тем людям, у которых практически незаметны результаты до и после. Так что, если у вас действительно есть какая-то крупная проблема, есть какой-то комплекс, который связан с несовершенством внешности, мне кажется, это очень хороший шанс сделать операцию или процедуру на проблемной зоне. Что нужно сделать для того, чтобы стать моделью одной из клиник? Отправить заявку, в которой указать все ваши параметры, страну рождения, возраст и зону, в которой вы бы хотели себе сделать операцию. Отправить заявку можно через специальный сайт, который набирает модели для классической хирургии. Этот сайт для вас, я указала в описании под роликом. Но, но, есть такой фактор, что на нем все на корейском, поэтому, если вы хотите стать моделью для какой-то из клиник, вам обязательно нужно либо знать корейский, либо заполнять анкету с человеком, который неплохо говорит по-корейски и разбирается в том, что там происходит. Плюс проживать в Республике Корея хотя бы год или два в зависимости от вашего рекламного контракта для того, чтобы вы могли исполнить все ваши рекламные обязательства в отношении клиники. Депозит, который вы должны будете заплатить, в разных клиниках он обычно от 1 миллиона вон до 2 миллионов вон. Соответственно, вам будет нужно иметь деньги для того, чтобы подписать контракт с клиникой пластической хирургии. И в период от 6 до 12 месяцев клиника обязуется вам вернуть назад ваш депозит. Опять-таки, сроки возвращения депозита будут прописаны в контракте. Как правило, у моделей клиники нет большого количества рекламных обязательств. Они просто обещают честно выкладывать отзывы на сайтах Perse Forum и RealSelf о том, как прошла их операция и делать фотографии на 3, 6, 12, 9 день после операции. У каждых клиник свои рекламные контракты, но согласитесь, это делать не так уж и сложно, если вам полностью предоставляют бесплатный медицинский сервис. И есть еще один способ, по которому вы можете сделать себе бесплатные операции, это написать в инстаграме клиники и спросить, нужны ли клиники сейчас модели. Как правило, лучше всего это делать на корейском языке, потому что так вы сможете гораздо быстрее связаться с менеджером, который отвечает за маркетинг в клинике, в которой вы пишете. Но, опять-таки, повторюсь еще раз, оба способа для тех, кто проживает в Южной Корее или хотя бы находится в ней на протяжении года или двух. Если вы не живете в Корее по визе, если вы не резидент и не постоянный житель, если вы приехали сюда в путешествие, вам будет очень сложно найти клинику, которая согласится вам сделать бесплатную пластическую операцию в обмен на модельный контракт. Ребят, и напоследок я бы хотела сказать, я не агитирую всех делать пластические операции, я просто делюсь опытом, который был у меня, мне он понравился, для меня это был позитивный, классный опыт. И если вдруг вы не хотите делать себе пластическую операцию, это круто, не страшно иметь целлюлит, не страшно иметь крупные ляжки, не страшно иметь где-то жирок, это нормально, это естественно, но если вдруг вы тоже, как я, хотели бы что-то исправить, хотели бы привести свое тело в более красивый вид, хотели бы исправить какие-то недостатки, которые вас беспокоят, из-за которых у вас есть комплексы, в липосакции нет ничего страшного, вот он, мой реальный опыт для вас, пожалуйста, напишите, как вам результат, как вам мои до, как вам мои после, считаете ли вы, что ляжки стали лучше, считаете ли вы, что липосакцию сделать стоит или нет, напишите, что вы об этом думаете, мне будет очень интересно почитать ваши комментарии, и я с радостью всем и каждому отвечу, и отвечу также на любые ваши вопросы по поводу липосакции, потому что сейчас, как мои подписчики из инстаграма знают, я уже не просто клиент клиники, а я теперь уже один из переводчиков клиники, я работаю в клинике, в которой я сама сделала липосакцию, и знаю о ней теперь гораздо больше, чем я знала, когда сама шла на операцию, так что, если вам нужен работник клиники липосакции, который говорит на русском-английском языке, он находится прямо перед вами, не стесняйтесь, пишите любые ваши вопросы в комментариях, и я с радостью отвечу. А еще, как работник клиники 365 МС, я могу предоставлять своим подписчикам и друзьям скидку 10% на операции. Это не реклама клиники, это не проплаченное видео, это то, что я могу сделать для вас, если вдруг вы тоже хотите себе сделать липосакцию. Вот такие новости, пожалуйста, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, надеюсь, мой сегодняшний рассказ был вам интересен и полезен. И всем пока!